Давай! Мусор на вес золота, поэтому и охотников за ним в Подушкинском лесопарке можно встретить на каждом шагу. Это участники Одинцовских чистых игр. Впервые экологический квест прошел три года назад в Ленинградской области. Плавали небольшой компанией в Ленинградской области в походе. И видели, что там на островах очень много мусора, который никто никогда не соберет, мы это стали понимать. И один из моих друзей предложил сделать игру, где мусор будет золотом. Он предлагал более сложную игру, сюжетную ролевую, но мы решили, что сделаем более спортивную. Три разных мешка для разного мусора. Пластик, железо и стекло. Многие участники чистых игр решили собирать отдельно. За такую работу скупщики, эко-волонтеры платили больше. Это существенно увеличивало шансы выиграть главный приз полет на вертолете. Правда, за использование дополнительного инвентаря, например, грабель, баллы вычитали. Одинцовцы признаются, участвовать в эко-квесте решили не только ради возможности посмотреть на родной город с высоты птичьего полета. Мы решили помогать нашему городу избавляться от количества мусора и сделать его чище. Просто провести хорошо время вместе. Для того, чтобы сделать мир чище, для того, чтобы убрать всю эту грязь и все-таки поддержать экологию нашей страны, нашего мира, нашей планеты в целом. Раздельный сбор мусора одинцовцам, впрочем, как и большинству жителей других регионов страны, пока дается тяжело. Привычки нет. Но в обозримом будущем все должно измениться, говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это элемент культуры. И для этого нам нужно поработать, реализовать целую программу. Для того, чтобы в семье и старый млад отделяли мусор, пластик, стекло, металл. Это непростая, но реализуемая задача. Так было сделано в свое время в Японии, в европейских странах. И сегодня является нормой. У нас нет. До сих пор у нас можно все в кучу, в пакет. И, значит, мне все равно. Раздельный сбор мусора у нас мы дрем, по сути, только в одном городе полноценно. Это мытищи. И там есть к чему стремиться, конечно. И вот мы как раз разговаривали о том, что такая культура должна повсеместно реализовываться. Это нужно прибивать со школьного возраста. Это нужно пример непосредственно в семье, потому что дети смотрят, да, вообще какая культура в семье в этой части. И вот шаг за шагом, наверное, это должна быть такая государственная политика, семейная политика, которая должна прививать сегодня эту культуру в нашей стране. Чего только не найдешь в Яденцовском лесу. Вот, например, коньки обычные. А вот коньки роликовые. Раковины, мангалы, тележки, супермаркеты, каркасы, матрасы, автомобильные покрышки. За два часа экологического квеста его участники собрали почти три тонны мусора. Больше всех очков в 153 набрала команда «Головастики» из Яденцовского филиала МГИМО. Вы наше будущее, и вы понимаете, что мусорить плохо, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Что вы хотите посоревноваться и еще сделать краше ту или иную территорию. Сразу по окончании чистых игр смешанный мусор отправился на полигон ТБО, а собранный раздельно – на переработку. Подушкинский лесопарк заметно преобразился. А чтобы труды не пропали зря, активисты оставили на деревьях памятки для отдыхающих в стиле интернет-мемов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Регистратор для тех, кто…